Команда студентов Siberian Team отправится покорять Европу, имея при себе вместо денег 24 банки энергетического напитка. И не только вместо денег, но и вместо телефона, вместо банковских карт, воды и всего. И у нас в студии капитан этой команды Сергей Гравченко. Доброе утро. Ну что, не страшно? Ничего при себе не меть? Есть вообще какие-то разрешения? Что можно взять с собой? Можно взять немножечко еды, пару снеков, бутылочку воды, ну такое снаряжение, которое нам может пригодиться, фонарики. Чтобы не умереть. Чтобы не умереть, да. За слово «умереть» у нас в команде Лера отвечает. Спички, веревка, да? Да, да, да. Запрещены гаджеты любые, даже камеры запрещены. Все. То есть вы даже не сможете сфоткать красоту, которую вы увидите? Сможем, да. Организаторы представляют нам телефон одной компании. И мы будем... Как бы не только без симки, да, которые просто... Нет, там будет симка с безлимитным интернетом, но всего две функции. Это связь экстренная с организаторами или там с нашими родными. Если вдруг что-то с вами случилось. Если вдруг что-то, да. Ну и чтобы они были уверены, что мы живые. И выполнение заданий. Это один из криптеров. Они будут присылать задания на телефон. Да, там будет приложение специальное, и мы будем все снимать на фото, на видео. Нужно будет сфотографировать, что, мол, вы здесь были, все зафиксировать. Либо на видео снять выполнение определенного задания, и вы также, как все новосибирцы, там все наши болельщики, смогут следить за этим на сайте. А кто следит за вами? Вот что интересно. Я имею в виду, что за выполнением условий. Организаторы, их очень много, люди, которые... То есть они там ходят, то есть вы их не знаете? Нет, нет, они не ходят, они сидят спокойненько такие, не знаю, в Австрии, наверное, в головном офисе. Где у них есть и кедава, да? Я смотрел, да, выпуск два года назад, они сидят такие, там, не знаю, человек 20, за ноутбуками, комфортно проверяют там, кто что выполнил, где находится. Ну и присылают вот эти телефоны, какие-то отчеты, да, где они, что они, и таким образом. Они, наверное, еще как-то ограничены по времени, когда вы должны прислать, там, те или иные координаты до какого-то момента, наверное. Есть, ну, в общем, три критерия в проекте Canemated. Первый критерий – это посетить минимум шесть контрольных точек. На старте нам дадут эти 52 всего по всей Европе, и мы должны выбрать себе минимум шесть, можем хоть двадцать, если успеем. И в каждой из них есть организаторы, которые дают какое-то задание там. Там, ну, нет, не различные. А, о, а какое-то родное задание? Да, там абсолютно разные, в зависимости от того, чем занимается этот город. То есть, если вот у нас Новосибирск живет хоккеем и болеет за хоккейный клуб, то у нас бы что-то хоккейное было. Я смотрел два года назад, кто-то где-то доили корову, где-то ныряли свыше, где-то как в популярных... Ну, такие не очень масштабные задания, какие-то такие, вот буквально вот прямо здесь и сейчас сядь и сделай, да? Не всегда. Где-то вот дают полчаса на то, чтобы оббежать там деревеньку, собрать там хлеб, там масло, сделать бутерброд. Очень много разных абсолютно заданий. Какая-то... Вы еще ничего не знаете. Естественно, мы знаем только по прошлому году. Кто-то пить стоп в гоночной машине вообще делал на задании. Вот, это первый критерий. Второй, это как раз задания, которые нам присылают в телефон. Их всего 45, и плюс, эти 45 мы можем выполнить в любой момент с всего путешествия за неделю. Они все обязательны? Нет, мы решаем, да. Но чем больше мы выполним, тем круче, потому что есть же победители. Тем больше баллов, ну понятно. Да, и 5 заданий в день, на которых на выполнение 24 часа, например, пришло задание, сходите в оперу за вашу валюту, за банки. И вот мы идем, меняем, пытаемся там менять. То есть вот так вот, а вам надо попасть в оперу без денег, обменяя... Ведь банки могут закончиться, да? Да. А вы можете не дойти до финальной точки еще. Банки пополняются на каждой контрольной точке за выполнение задания. Да, выполнили, получили, все. И причем здесь... Я думала, 24 на все путешествия. Это очень мало. Ну да, я тоже думала. Здесь еще преимущество в том, что эти банки уникальные. То есть это не обычный дизайн. Такие не купишь в магазине. Да, они брендированы специально под этот проект. Плюс мы с каждым обменом даем визитку, в которой есть там контактные данные о том, как человек, который нам помог, тоже может выиграть путешествие. Да, то есть в этом году еще и преимущество. Много участников проекта получается. Очень, да, классно и это стимулирует людей. Да и в принципе они попадают на телеканал, который в Европе популярен, да, этого бренда. И на сайт, наш блог, но и об этом говорит весь мир. А эти банки можно только обменивать или можно их продавать, ну, за деньги? Мы с валютой вообще не можем иметь дело. А вдруг кто-то вот возьмет из вашей команды и, так сказать, утаит эту сумму? А, я думала, выпьет банку. Нет, нет, нет. Если об этом узнают, мы дисквалифицированы. То есть, ну, мы не будем этого делать. Кто узнает, так вы знаете? Ну, так неинтересно. Это же самый прикол себя проверить. И самое главное, что вся Европа знает об этом проекте, все действительно. И если вдруг мы куда-то придем с деньгами, такие расплатимся, они узнают. И на случайность. И где-то, да, могут. Ну, ребят, это же главное правило. Так что нет, мы категорируем. Да нет, самим же интересно, сколько ты продержишься, вот так не используя валюту. Чтобы пройти отбор, что вы сделали? Нужно было снять видеоролик о своей команде, в первую очередь. На этом было все для начала. А дальше пошла в Акханале. Это было 5 дней голосования. Каждый день каждый человек мог голосовать. Мы писали... В соцсетях или на сайте? На сайте этого проекта, да. Ну, естественно, мы все соцсети атаковали. Мы добились до федерального телеканала. Мы добились до египетских блогеров популярных. Египетских блогеров? Да. Египетский блогер. И мы реально перевернули весь мир. Этого тоже не хватало, потому что нужно было попасть в топ-44 из 175. Это к тому же на сколько голосов прошли? Шел подсчет. Но мы остановились в 3000 с лишним голосов. Да, ну у кого-то был ноль. Поэтому у нас все хорошо. Главное, что мы играли честно до последнего. То есть мы не крутили, потому что это запрещено правилами. И в итоге мы не оказались изначально в 44, мы оказались в 47. А потом команды, которые нарушили правила, вырезали. И мы пришли ровно в 44 место. И с этого 44-го мы попали. Я так в универ поступила. Это удача. После рекламы вернемся. Капитан команды студентов Siberian Time, который отправится скоро покорять Европу, обменивая энергетический напиток на разные способы передвижения и вообще выживания. Сергей Графченко у нас в гостях. Еще раз доброе утро. Доброе. Про проект Can You Make It он рассказывает. И вот, собственно, одно из особенностей, что все команды начнут свое путешествие по Европе из разных точек. Там Манчестер, Стокгольм, Мандрид, Рим, Будапешта. Много еще вариантов. И через неделю они должны все вместе встретиться в Амстердаме. Все правильно говорю? Да, все. Уже известно, в какой точке вы начнете путешествие. Да, у нас же все билет на руках. Мы летим в Рим. Самое яркое, мне кажется. Крутое, конечно. Класс. Класс. Я в Риме был два раза. Это должно быть крутое. Самое крутое, что именно в день старта попадает в Риме матч Лиги Чемпионов, на который, если мы попадем, это мечта Эрика, если мы попадем туда, все, старт у нас уже будет замечательным. И дальше уже куда-нибудь. Про проживание я хотел уточнить. То есть, так же, да, вы должны банки обменивать на то, чтобы где-то жить. Абсолютно все. На еду, на транспорт, на развлечение. Есть, в том числе, задания. В Италии там тепло, рядом с фонтаном. Рядом у Триви фонтана там можно... Да, но как позиционируют организаторы? Это не гонка, а приключение. И, следовательно, мы должны как можно ярче его сделать. То есть, два года назад опять же были команды, которые в пятизвездочном отеле за три банки могли переночевать. Да, но может быть похуже. Мне кажется, что людям это выгодно, каким-то таким крупным коммерческим компаниям, потому что ты, когда рассказываешь, в чем ты участвуешь, они понимают, что это им тоже пиар, во-первых, а во-вторых, им тоже просто интересно помочь. Это круто и весело. Почему бы и нет? Да, главное оказаться первыми в этом моменте. То есть, если я приду в пятизвездочный отель уже пятой командой, да, нас уже отправили. Ну да, скорее всего. Да, послушайте, знаете, сколько таких, да? А вот возле Амстердама так и будет. 200 команд всего участвует, ладно? Из Рима стартануть 40 одновременно, и то сложно будет. А в последний день, там, в последние сутки, когда 200 команд будут возле одного города, всем станет без разницы, чем мы меняемся. И они скажут, ну, все, спите на улице. Да, Амстердам, ну, там пешком дойдете. Не пешком, а велик. Ребята, ребята в прошлом Канимейке ночевали в палатке прям под Ихлевой башней. А будет ли наказываться, если вы украдете чей-то велик и поедете? Ну да, запрещено закон нарушать. Причем у нас есть с собой пакет, в котором будут упакованы наши телефоны и деньги, да, но он запрещен, не запрещен. И в случае нарушения, там, закона, мы же должны штраф оплатить. Следовательно, вскрыть этот пакет, оплатить штраф. Ну, автоматически вы выходите из проекта. И домой едем за свой счет. Вы говорили о трех критериях участия, о двух рассказали, о третьем умолчаем. Социальная поддержка. Самая жесть для наших болельщиков, потому что они снова вспоминают то, что было месяц назад. Все, что мы будем делать, в каком городе мы появились, сколько банок на что обменяли, какое задание выполнили и просто какие-то постики, которые мы будем писать, они будут публиковаться на сайте этого проекта. И на каждом из них можно поставить лайк или постить себе в социальные сети. Это Facebook, Instagram, Facebook, ВКонтакте и Twitter. И каждый этот лайк, каждый этот репост обращается в один балл. И, следовательно, каждый критерий – это одна третья часть победы. И вот уж если мы по-своему станем лучшими, то уже выиграем. Очень сложная математика, мне кажется, это трудно. Но в любом случае, сам факт того, что ребята действительно вот в этом приключении поучаствуют, это, на мой взгляд, уже очень круто. Да, мы единственная команда из Урала, кстати, которая прошла. И с нами четыре команды еще из России. Это Калининград, Нижнобург, Москва и Питер. И мы такие, Сибирь, класс, класс. Да нет, нормально, у нас самый стойкий характер на самом деле. Вот еще что. Я могу посмотреть где-то какие-то прямые трансляции, чтобы увидеть все вашими глазами? Да, будет, ну, во-первых, есть телеканал, он где-то будет публиковаться. Телеканал-то в Европе, он, да, этого самого бренда. И где-то в интернете по-любому будет. Но все, что мы делаем, чтобы не заходить вам на сайт, автоматом летит в наши соцсети. То есть вы можете подписаться на мой твиттер, например. И что мы сделали? В первую очередь полетит в наши соцсети. Мне кажется, очень много времени у вас на это потратится, потому что написать пост в соцсетях, ну, это тоже какое-то время. Было бы хорошо, если бы они в каждой команде своего человека представляли, который бы вас бегал, снимал бы просто и писал, да. Но не мог вам подсказывать, что-то такое. Правда, я же, у меня же есть инстаграм, я знаю, сколько нужно времени, чтобы обдумать этот дурацкий пост. Но у нас нашлась команда, самая лучшая команда мечты, называют ребята, молодые журналисты в Новосибирск области, которые здесь остаются, но будут все это освещать, они будут следить все, что мы делаем. И каждый ваш пост превращать в новость, да? Да, да. Круто, молодцы. Есть ли опыт какой-то вот до этого проекта путешествия без денег или с малым количеством денег, или автостопом, чтобы, ну, какая-то уверенность у вас была в части? Ну, такая, очень маленький там опыт, чтобы доехать, например, из пригорода Владивостока во Владивосток, или еще что-то, это я не принимаю в расчет. Есть опыт авантюр, который, там, ты сидишь, сидишь такой, а хочу в Москву Новый год встретить, там, 30 декабря, летишь, едешь, покупаешь билеты, в ночь новогоднюю летишь в самолете и встречать на Красной площади. То есть, у команд ваша такая, легкая на подъем всегда была большая. Очень легкая на подъем, да. И мы такие, блин, ну, ладно, думаем, специально для Леры поедем через Италию. Лера, естественно, рада. А потом нам говорят, ребят, мы вас перевозим в Рим. Мы такие, да ладно, все, мечта Леры исполнится. И мечта Эрика исполнится, если они попадут на Лигу Чемпионов. Да, моя мечта, написанная на бумажке в Новый год и сожженная в бокал шампанского брошенной, это попасть в коньюмейки. Так что мечта сбывается. Класс. Это Лера, то есть я с ней в огонь в воду, так скажем. Придется ее где-то тянуть, надеюсь, она слушает сейчас и вспоминает. Почему тянуть? Ну, потому что для нее это очень сильный выход из зоны комфорта. Ну, я и говорю, что... Вот ее коронная фраза, мы сдохнем. Мы даже стикеры в этом... Моменто море. Да, да. А Эрик максимально легкий на подъем. Вот это третье место, оно всегда менялось. Сначала был там один человек, потом ушел, там другие отказывались. Я такой захожу, 1 января уже написал желание, надо действовать как-то. Листаю список тех друзей, кто онлайн. Смотрю, Эрик, точно, мы работали с ним вместе в Владивостоке, в детском центре. И понимаю, что, да, это тот человек, который тоже готов на все. И он даже минуты не думал. Единственное, что он спросил, что от нас требуется, там, не знаю, деньги, не деньги, я сказал, что ничего. Нам все оплачивают визы, перелеты, отели. Перелеты все оплачивают. Да, все оплачивают до старта. Ну, конечно, вы им такой пиар устроите. Будете все банки раздавать, бегать по всей Европе. Да. Я думаю, это нехилый такой плюс. То есть, ну, что больше вас пугает все-таки отсутствие чего? Больше денег или больше телефона? Или вообще нахождение в чужих городах, в чужой стране втроем всего? Что больше всего страшного? Меня на данный момент ничего не пугает, почему-то. И это страшно, да? И это и пугает, да. Не знаю, ну, Лера, в принципе, ну так, немножко побаивается, но мы ее мотивируем. Эрик, вообще ничего не боится, мне кажется. Страшно, что я еду с людьми, которые ничего не боятся. Которые ничего не боятся. На самом деле, я, наверное, про еду скажу, потому что все может быть, там, мы попадем в то место, где с нами никто не будет меняться, а есть-то хочется. Ладно, если мы куда-то не поедем. А это проблема, на самом деле. Есть энергетический напиток, не особо питательный, конечно. Ну, найдем. Мы будем держать за вас кулачки, возможно, тоже как-то помогать информационно. Вот, спасибо, что пришли. Это еще не все. Как всех гостей Сергея, мы просим рассказать напоследок нашим слушателям забавную историю из жизни. Это, кстати, история про еду. Мы, я какое-то время жил в Тюмени с семьей, и часто остался дома один, меня научили готовить. Готовить рожки. Просто обычное блюдо, которое... Все знают, как их варить, да? Заливаешь воду, солишь, засыпаешь в рожки, помешиваешь, чтобы не... Не прилипли. Да, не прилипли. Пробуешь вкусно, можно будет... Ну, выливаешь дуршлаг, да, промыть, можно там на сковородку, обжарить все. Дальше уже как умеешь. Я стал мастером готовки рожек. Думаю, ну, блин, могу уже ресторан по готовке рожек открывать. Думаю, надо повышать квалификацию. Решил приготовить рисовую кашу, потому что я ее обожаю. И причем подслушиваю, подсматриваю, где-то я знаю, как готовить нужно. Там молока, но еще воду разбавить, чтобы уж не пригорело, да, не убежало. Потом, кроме сахара, чуть-чуть соли все равно тоже надо. Риса надо немного, потому что он разваривается. Все идеально, я правда круто подсматриваю. Помешиваю, вообще не отходил. Я круто подсматриваю. Достижение, да, я подсматриваю. Надо где-то себе статус написать. Все, я вроде как приготовил, пробую вкусно. Мои знания, мой алгоритм действия говорит о том, что теперь нужно все вылить в дуршлаг. Я всю кашу эту промыл. Она теперь чистая, можно, не знаю, обжаривать. Пробую, думаю, что так невкусно. Сахара чуть ли не всю сахарницу вылил. И только вечером, когда рассказывал, понял, в чем проблема. С тех пор я не готовлю. Вот так рожки отбили желание. Рожки победили. Мы слишком долго готовили рожки. Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Грашенко. Ура. Спасибо. И я...